К Римину 2 глава 22 стих, я с ними говорю, там написано, говоришь не прелюбодействуешь, не кради, а воруешь, а дальше, говорит, что не чти идолов, а святотатствуешь. Так, что такое идол? Стали говорить, а что такое святотация? Святотат, это святость, от святости похищаешь, ты икону называешь идолами, я вам легко это доказываю, согласно книг вы это все слышали. Все, один другой перестал говорить, дальше, вы людей обольщаете и говорите, что будет тысячелетнее царство, церковь была вознесена, ей не страдать, вы людей-то расхолодили, ради избранных сократятся те дни, церковь будет страдать, тысячелетнее царство, распятие Христа началось, начинаем беседовать, ни разу, нигде, дальше половины нашего разговора они не идут. Всем понятно, все, а как мы могли заблудиться, так не знаю, да наши братья так учат, не по братьям Бог будет судить, а по слову, 12.48 Евангелие от Иоанна, и всякая ложь не от Бога, а от дьявола. Теперь, вы верите, что церковь везде или только от Христа идет? Ну, двое или трое собрались, не собрались, я говорю, собраны, собраны Духом Святым и во имя Его, а во имя Его церковь только, а вы нет, вы прикрылись ересью. Не номинация, а конфессия. Исключите эти слова, у вас уже ничего не получится. Если вы все понимаете, в церкви не так, а теперь отделяетесь, давайте в ряд выстроим. Баптисты, адвентисты, христиане евангельской веры, евангельские христиане, идут дальше, мормоны и дальше. Сколько названий? 21 тысяча. 21 тысяча стоит человек, две дивизии. У каждого в руках Библия, и все понимают по-своему, у каждого жена пошла за ним. Констата Края никакого не будет, никакого. А почему? Да потому что не от Бога это. А церковь? А церковь не дробилась. А как дробилась? Теперь давай посмотрим. Вот Никон делает реформу, 1656 год. Остались старообрядцы, они потеряли священство. Беспоповцы. А какие они? Они разделились на 50, кажется, 4 толка. Названия там, голбежники, дырники, каких только нету. Поющая нетовщина, там эти, поморские. То есть в одном только старообрядчестве. Потеряли священство и на 50. А православие было, остается в силе. Ну, финляндская, там Рим, это где церковь. Но это церковь одна. Все одинаково у нас. Третье, что сохраняется только та часть, якобы правильная, которая вместе с властью идет. Но мы говорим о том, как... Третье, это, извините, раскольники или сектанты, это православные. Так, смотрите. Так, вот они дошли. А почему они оказались в вне? Потому что власть церковная была вместе с властью государственной, поэтому сила за ней и правда как будто за ней. И это из века в век повторяется. Правда не за большинством, не за теми, кто говорит, ну, от этих мы, от этих. Правда не здесь. Ведь, смотрите, вы правильно говорите о сектантах и так далее. Потому что кто-то, каждый создает некую религию, пытается организацию побольше ее стянуть в себя. Но вот создание организации нет смысла никакой. Вот церковь, это не то, что есть, вот как вы понимаете, я по-другому понимаю. Люди, следующие за Христом, и причем, вот я сердце-то вы упомянули, здесь ясное дело, по сердцу нежелающему идти за Господом никто не должен идти. Когда говорю о сердце, я говорю о христовом устройстве человека, который идет за Христом. Сердце, мы говорим сердце, ум, эти вещи, все такие они, условности. Главное, ты за кем идешь? Чего ищешь? Своего или Божьего? По слову, конечно, по слову. Поэтому церковь только те люди составляют, которые именно так живут, так следуют. А те, кто прилепились к какому-то наименованию, это не церковь. Это люди, ходящие в какое-то собрание, которые не являются вполне, может быть, даже и верующими. Но это говорит, что это церковь, в которой столько утверждений истины, что ли? Да нет, конечно. Вне церкви нет спасения? Нет. Без причастия нет жизни? Нет. Заметьте, я говорю, и там нет, и там нет. По сути, как вы говорили, да? Только то понимание церкви и то понимание причастия тела и крови, оно в глубине совсем другое. И поэтому, когда вы говорите, что сектанты, эти безродные какие-то, да и они нет спасения, я с вами не соглашаюсь, потому что я верую по другому. Понимаете, вот во многом, допустим, вы говорите, баптисты самые близкие, они мне самые близкие, потому что учение баптистское, я считаю, что самое здравое из того, что я знаю. Православие, оно уже вынуждено, понимаете, там в основу, правильно, вы говорите, а богоносец, послушайте баптистов, они и богоносца вспомнят, и Леонского вспоминают, там они берут эти места, только каждый берет свое. Так же, как православие, все, что под эту линию, которую выбирали те или иные люди, философы, так назовем их, типа златоустые и прочие вещи, это злые, это философы серьезные. Это не случайные люди, как раз умные люди, которые сумели, так же, как я думаю, вот это священство затянули, образ священства затянули христианство, это иудействующие христиане. Они не могли без той храмовой жизни, без священства, они понимали, что что-то тут не так, поэтому иудействующие затянули вот эти священства, втянули в церковь. Философы, златоустые и прочие, они языческие вот эти философы затянули в церковь, смешали, соединили, и вам сейчас преподают их, как будто это учение Христова. Нет там учения Христова, там спайка идет, поэтому здесь с этим разбираться лично каждый должен сам человек. И я говорю, я могу на себя брать миссию, сказать, что я один понимаю, конечно нет. Я уверен, что такие люди были всегда, только эти люди, которые шли за Христом не вот в этом потоке, который их вел якобы там всех святых отцов, их никто и не знал. Кого знали, голову срубали. Кого-то за дело еретиками называли, а кого-то еретиками называли, которые неугодны были той структуре, которой так называемая церковь из себя представляли. И они говорили, врата ада ее не одолеют. Какую церковь не одолеют? Не одолеют церковь? Не одолеют. Аминь. Только тело Христова, истинные, те члены, которые есть в теле Христово, их не одолеют никогда. Врата ада не одолеют. А остальные не церковь. Это члены, которые туда пришли, кто зачем. Вот. Поэтому, если мы разберемся с вопросами, что есть церковь, что есть причастие, тогда сразу пыл у сторонников вот этого православия и любой другой религии, он поубавится. Но хотя очень редко это случается, потому что люди из этой массы выбиваются с трудом, потому что все хотят широким путем идти. Нас много. Мы не одни. А ты кто такой? Говорит, один. Застрял какой-то умник там? Ну, ясно, если один, то ты сразу в прелести. Тут даже вариантов нет. Понимаете? Ну, кто я один? Вы даже. И кто вас в прелести называет? Потому что как только вы даже, вы, не уходя от этой религии, вы в ней пребываете, вы только чуть-чуть начинаете высвечивать уродство этой религии, вас тут же говорят, вы в прелести, Игнатий Тихонович, вы сектант. Вот. А я слушал недавно вашу беседу старую еще, помните, супруг Долбневый звонил вам тогда, когда просил вас не разговаривать больше с ней. И он очень замечательные вещи отмечал, но он не довел их до конца. Он говорит, Игнатий Тихонович, вы что хотите? Вы что, вы надеетесь систему вот эту сломать? Вы думаете, сейчас вы тут Евангелие какое-то установите? Нет, конечно. Потому что если бы вы, он говорит, а там может быть даже сейчас я не помню точно, наверное, это моя мысль уже дальше шла. Вот смотрите, вы выступаете против вот этой системы. Я ее системой называю, потому что по церкви я не могу называть то, что творится в этой системе. Вы говорите, надо делать вот это правильно, вот это правильно, вот это правильно. То есть, если вы не креститесь с погружением, вы не крещеные. Вы так ведь говорите? Так ведь, да, Игнатий? Не крещеные же эти люди. Вы спрашиваете? Да, да, спрашиваю. Чтобы не перебивать, вас говорили, ну вы знаете, погружение это погружение, другого перевода нету. Конечно. Тогда потом, если священников руку полагают раньше срока, если они не соответствуют тому, что писал Павел Тимофею, каким должен быть епископ, а то же самое пресвятый и так далее, вот, и вы, он вам говорит, Игнатий Тихонович, ну, если это неправильно, и это неправильно, уже давно священства нет истинного. Потому что и за деньги покупали, и некрещеных рукополагали, а не следующих рукополагали, как и вы говорили. Если я сейчас на это буду обращать внимание, то я должен сказать, что церкви нет. Вы сами это видите. И вот он вам говорит, Игнатий Тихонович, если так, вы что боретесь-то? То есть вы, если считаете, что это неправильно, и это уже не несет в себе церковь истина, если люди не рукоположны, как положено, если они не крещеные, тогда вы зачем боретесь с этим? Потому что уже церкви нет истины, она давно кончилась. А если вы говорите, нет, она есть, а вы, говорит, я их признаю благодатными всех, тогда чего вы боретесь-то, если она и так благодатная? Хоть за деньги они все покупают и продают, хоть они рукополагаются, когда положено, хоть они не крещены, как положено по канонам, тогда и нет уже давно ничего. Но он, к сожалению, вам этот вопрос не задал, я его просто сейчас озвучил, он начал приключаться. Ну, вы знаете, Игнатий, про жену мою не говорите, там она слабая и так далее. Да не жена слабая. А принцип, что если уж неправильно, тогда смысл ее соблюдать. Либо тогда, если это и так все действует, Игнатий Тихонович, вы что, копья ломаете? Они вам, поэтому вас и не трогают. Вы им говорите, они меня не трогают, потому что они ничего не могут предъявить. Да и предъявлять вам не надо ничего, потому что то, что вы делаете, их не колышет. Ну, вы их кусаете так, но систему их не рушите. Они как рукополагались, так и будут рукополагаться. Они как не крестились, так и не будут. И вы будете за ними идти, и вы им будете говорить людям, тех, которые к вам якобы обращаются из баптистов и так далее, идите в Московскую Патриархию. Я туда не пойду, а вы туда идите. Молодец, Игнатий Тихонович, они вам скажут. Живите, кричите, вопите на нас, но присылайте адептов к нам. Это вы делаете главную задачу, вы наполняете наши храмы людьми, которым, в принципе, ничего не надо. Самое главное – смирение и послушание. Правда, не Богу, а священникам. А вы так учите, без них нет ничего. Поэтому они вас не трогали, и не будут трогать Игнатий Тихонович. Вас не убьют. Нет, это Степаненко беспокоится. А я думаю, нет, вы, в принципе, так оздоравливаете ситуацию, как бы делаете вид, что вообще-то вам можно поправить кое-что в этом бедламе. И поэтому все идет своим чередом. Людям, в принципе, это тоже, кстати, очень удобно, ваша позиция. Они как хотят. Смотри за собой. И это правильно. Смотри за собой-то, да. Ну, ты не ходи на совет нечестивых-то. И за столом с ними не сиди. Коль это люди, которые не просто заблуждаются, которые там, ну, не уверовали до конца, писание не читали. С ними можно и сидеть, и работать. А это люди, которые ученые, богословы. Они выдумали эту систему. Они ей поклоняются. И поэтому вы работаете на нее, Игнатий Тихович. И люди идут как на заклонные, на распятие люди идут туда. Они видят истинного Бога. Они идут за Ним. Они идут все равно за священниками. И конца этому края нет. Но кто желает, он выйдет. А остальные, кто видит в этом смысл, идут каждый своим путем. Пусть идут. Что сделаешь? Вот видит человек так. И все. Поэтому о сердце, когда говорю, Игнатий Тихович, не о лукавом сердце своем говорю, оно кривое в мое сердце, не вычищенное до конца. Но я Богу молюсь. Я его прошу, Господи, открой мне путь. Да, сердце чистое. Я изначально, когда уверовал, я просил Господа. Господи, сердце чистое сотвори во мне, Божий, дух правый, обновил он при меня. Вот. И поэтому это главная молитва, через которую я уверовал, в которой я живу. А уже как иду, Господь мне судья. Мне понравились слова апостола Павла. Он говорит, для меня мало значит, как судите обо мне вы. Или как судят другие. Впрочем, я и сам о себе не сужу. Хотя я ничего не знаю за собой. Но судья мне Господь. Вот я так верую, так живу, так хочу дальше двигаться, Игнатий Тихович. Если вы называете системой там, где люди собрались, вы обязательно где-то кому-то прильнете. Одни вы не будете сидеть. Только изберете тысячи крат худшее. То есть, самозванное общество Дофана, Верона и Корея. Где только пропасть ада. Вы сейчас думаете, а никого нигде нету, обобщаете, никого. Ну, хорошо, ни одного нету. Все священники такие подлые, негодяи. Что вы можете сказать про моего родного брата отца Иакима? Он рукоположен после 30 лет. Он уверовал, как он живет, как работает, как трудится. Что вы против него можете сказать? Во многом, это, я думаю, самый лучший пастор, который должен быть. Во многом. Ну, заметьте, Игнатий Тихонович. Вот опять слово Писание, оно чисто. И оно не может ни в чем быть отвергнуто. Хорошо? Правильно? Так. То есть, апостол Павел говорит, без стыдствия растите мужчине волосы. И причем вашему брату, священнику Иакиму, я лично этот вопрос задавал, когда был у вас. Почему вы растите волосы в Писании? Запрещает нам это делать мужчина? И он говорит, да, по Писанию не должен. Но, есть какие-то обстоятельства. То есть, вот видите, есть беда в компромиссах наших. Не то, что, вот, говорю, а ты чистый мне, может, кто-то сказать. Я скажу, я тоже грешный. Я согрешаю. Но я ни одному оправданию не дам своему греху. Я молю Богу, Господи, очисть меня. Помните, сердце чистое, с отповедением Божьим. Но, когда сознательно, я знаю, что так не должно быть с волосами, а я их ращу, это что такое? Это как это так? Вот, Игнатий Тихонович, о чем речь идет? А так, в плане, вот, ближе всего к пастырству, ну, в плане, вот, поведения, жизнь, сам себя кормит, и апостол Павел кормит, и батюшка очень нервный, и он мне во многом нравится, во многом, в большинстве, мало что там даже, я могу ему претензии какие-то предъявлять даже. Почему? Во-первых, я и так ему не имею права предъявлять претензии, он живет как верует. Но, что ли вы меня спросили, я поэтому вот этот один аспект вам его осветил. Так, вот какой ответ-то, я к чему спросил? Был такой пророк, звать его Илья, который разговаривал с Богом, и Бог ему отвечал. Я, говорит, один остался. Он тоже вот твоими глазами так смотрел на мир, никого нет, и все рухнуло. А Господь, говорит, семь тысяч сохранил во время годины сталинских репрессий, я сохранил. Их там кормит Авдий, пророк. А он не знал, Бог сокрыл его, никого нету, нигде нету. Сколько в монастырях добрых людей, я знаю, сколько священников, добрых архиереев. Вот представьте, я в Москву приезжаю, но... Играйте эту секунду, подождите, от которого разрядится батарея, свет, зарядник, он сюда включил, а то сейчас разрядится. Игнатий Тихонович, да я не говорю, что я один. Таких, может быть, не то, что семь тысяч, а на 70 умножим тысяч людей. Просто они вне вот этой организации, которую кто-то как-то там называет истинной церковью. Я говорю о том, что нас много, огромное количество, много, Игнатий Тихонович, таких людей. Как же так? Ну что? Значит, меня неправильно интерпретируете, неправильно понимаете меня. Я так не говорю. Но вы сказали никого. Все священники не такие. Вы прямо сказали это. Вот кто священники, Игнатий Тихонович, они, я не знаю, бескомпромиссных людей. Я не знаю. Сколько? Может быть, есть еще, не знаю. Я таких не встречал, Игнатий Тихонович. Ну не встречал и нет, это большая разница. Я тоже не встречал Страуссен, ну и что, а он есть. Я не видел ни разу гремущую кобру, но она есть. Так рассуждать, это совсем уже по-младенческим мыслить. Здесь как бы если к словам цепляться, вот смотрите, допустим, я почему считаю, что есть, даже могу сказать, что есть настоящие христиане среди священников. Потому что, если мы только видим, что он находится в некой, так я ее, как я ее называю, системе все-таки, то нельзя сразу вывод сделать, что это человек не Божий. Потому что, если смотреть на прихожан, на меня кто-то смотрел, я вот недавно был в этой церкви, ну явно какой-то это же человек системы, но я внутри-то уже был другой. Также есть священники, которые пока еще служат, но если Господь их путь освещает и глаза открывает, то они выйдут оттуда, ясное дело. Поэтому есть Игнатий Технич, точно говорю, есть. А вы читали Битера и Гилквиста «Возвращение домой»? Нет, Игнатий Технич не читал. А слышали? Ослышал. А кто он такой? Не знаю, Игнатий Технич. Только фамилию слышал. А вы запишите Питер Гилквист. У меня записывается... Ну где-то запишите, я сейчас вам покажу его книгу. Я не знаю, вам будет видно или нет, я сейчас покажу. Смотрите внимательно. Игнатий Технич. Игнатий Технич. Игнатий Технич. Тогда мы, говорит, собрались вместе и стали рассуждать. Ну а где же тогда церковь-то была? И тогда они рассудили Паши единственный на правильный путь. Они собрались 25 человек. Ну, их там много было, но избрали самых таких грамотных и говорят, давайте в течение года вы занимайтесь, что призывают Божью Матерь. Твоя тема одна там по архивам, где узнавай все. Другой будет по литургии трудиться. Третий относительно крещения. Четвертый церковь будет. И через год мы снова соберемся и будем обсуждать. Когда вернулись через год, все до одного сто процентов согласились, а мы не церковь. Не церковь. Это все сто процентов ответили. Это не два человека, две тысячи. В этой книге есть, она есть в интернете. Питер Грилтис «Возвращение домой», то есть вернулись к православию. Я сейчас спор, Игнатий Технич, оказывается, от вас я и слышал, эту историю. Тут фотографии есть, там как они проповеди говорят. И они стали искать, куда присоединиться к церкви. Они присоединились к греческой православной церкви. Им это ближе было. Вот и все. Там нет церкви. Они поняли все, а что у нас есть. Мы собираемся, ну а дальше что? У них нет единения со Христом. Это они все поняли. И две тысячи человек приняли крещение. Из них, кажется, шестьдесят диаконов сразу поставили. А ведь протестантов, которые на земле сегодня-то, это где-то, может быть, миллионов четыреста. И все по-разному. Даже, если вот мы сидим, занимаемся, блаженнафи филак, мы записываем, запоминаем, говорим другим. У них не так. Даже вот они сидят, баптисты. Я не говорю самое правильное. Я говорю, ближе всего к православию. Они только что вышли от него. Они учения троицы взяли, синодальную библию, правда, одиннадцатых книг потеряли. Дальше, они верят, что есть у человека душа. А от них адвентисты выйдут, уже души нету. Баптисты верят, что есть вечное мучение, вечная радость. А адвентисты говорят, а да нету. То есть, а от них вышли уже яговисты, те вообще уже ничего нету. Христос не Бог, это Архангел Михаил. То есть, вы ступили на наклонную плоскость, уже не остановиться. Но в этом, для меня самое главное, я проверяю себя на молитве. У меня, а вас слез нету. Вы как будто балуетесь. Баба, бывает, ребенок забаловался, ну и жена такая неразумная там подцепилась, и все. А если бы она молилась, то знала, вне церкви нет спасения. Я одинаково вас люблю. Я проверяю себя на молитве. Я сказал, там беседовали как-то с одним близким вам человеком, я ему сказал, об Александре у меня нет беспокойства, просто я открыто молюсь, говорю Богу. И это временное помращение ума. Вы понимаете, трудиться надо. Вот там собрались несколько, а у них вот это хорошо, там никто не курит, и я туда. А ты сделай здесь, чтобы никто не курил. У нас никто не курит, никто не пьет, у нас нет этого. Мы сумели это сделать, это работа. Это огромный труд с каждой душой. Но я знаю, как бы ни было трудно, я в церкви нахожусь. Вне церкви нет спасения, а где двое или трое, это не церковь, в это собрание по интересам. Они Библию взяли. Да какую Библию взяли? В первую очередь канун составила Православная Церковь, Владимирский Собор. Их Евангелий было 20. Евангелия Фомы, Басилиска, Евреев. Церковь выделила 4. Почему 4? И на это ответ дается. На 4 стороны пойдет это все. Далее, перевели на русский язык. Знатоки языка, которого никто сегодня не имеет такого. Переводят на русский язык. Издают все на дальний перевод. Кто? Баптисты, адвентисты, католики, лютеране, которые русский язык понимают, зарубежная церковь, дореволюционная. Кто это сделал? Православная. 4 академии переводили. Вы, что бы ни имели, имя Александр, от православных, Светлана Патина, у вас все православное. Все. И когда будет вам трудно, вы сами не заметите, как перекреститесь. Я в большом собрании у баптистов говорю слово. Не у нас здесь, в Молдавии. Женщина одна сидит впереди, держит ребенка. Я стал говорить о детском крещении. Ну, я, конечно, коснулся истории нового потопа, церковь. Это Петр пишет в первом послании третьей главе. Церковь – это корабль. Если в корабль ты не вошел, ты хоть какой хороший будет, ты на доске не уплывешь. А ты сейчас на доске прилепился, ну, там, на лыжи на одной плавает, там, это все пройдет, это эйфория. Я говорю, вот вы сейчас входите на корабль, а ребенка взять нельзя, почему? Только крещение открывает дверь. Баптистка сразу встала и говорит, я вот сегодня же пойду крещить. Все кончилось. Я с ними беседую, 450 человек. Кончил беседу, присвятил, встал, все 450, мы сегодня готовы принять православие. Бог открыл. Вы еще не понимаете, что с вами делается сейчас. Вы просто, ну, как заигрался взрослый муж с красивой бородой. Но когда придет время... Мы четко понимаем, вы меня... Вы думаете, что мы просто так... Вы меня перебиваете шестой раз. Вам это не свойственно. Шестой раз. Я буду молчать, говорите. Ну, Игнатий Тихонович, вообще-то надо нам заканчивать уже. Мне нужно будет и ехать. Вот. Ну, потому что то, что вы говорите, уже уже и мне надо, может быть, не десятый раз, а уже пятнадцатый. Вот. Мы вообще вас слушаем постоянно, поэтому мы все это знаем. Все это осмысленно, Игнатий Тихонович. Все осознанно. Не осмысленно, не осмысленно. Такие люди были и уже губы не могут и выпустить язык, а они продолжали каяться и поднимать руки. Вызовите священника. Вольтер не вам был ровнее. И что он говорил? Сделал завещание. Умру, не призывать священника ни под каким видом. Завещание. Нотариус заверил-то. А когда стал умирать, демоны-то явились со всех сторон. Это опишет Траншен, доктор его. Я, говорит, больше к умирающим таким не пойду. Это бурное море. Теперь монашка посылает ее, она у него обслуживала была. Ее посылает. Она говорит, я не пойду больше к такому. Демоны наполнили комнату. И он их видит, крещит, дайте я порву это. А он написал, если я буду просить завещание свое, дайте порву, не давайте. Его не знаю, где теперь похоронить. Когда все эти чары, которые сатана на вас напустил, от самомнения это все, самомнение. Если бы вы молились по семь раз, молились Бога, доделали не меньше тысячи поклонов, к вам бы эта дурь не подошла. За вами, за столом-то никого сейчас нет, кроме жены, да и та еще, куда ум ее повернет. Я сижу там, где церковь. Я только насчитал жития святых, 12 томов, 1173 жития, а одно житие бывает 32 тысячи в одном житии, который сожжен был. С вами ни одного нету, никто так не понимал. Я что могу сказать? Иди. Есть такая книга, вы ее найдете. Называется Печаль Сатаны. Запиши себе. Печаль Сатаны. Пожалуйста, запишите. Печаль Сатаны. Мария Карелли. Мария Карелли. Вы забудете. И вот там все это описано в смертный час, когда все предстало. И она поняла, куда шла и хотела написать. Он тот-то и кто-то вырвал и ударил. Вы просчитайте, когда вы спать не будете. Это все пройдет. И где бы ни было, я не Гожий, но Божий. Я в церкви. Что они делают, священники? Я вам скажу и говорил. Кто может сказать, вот Мирянин приезжал бы куда-то и ночью тайно пришли епископы. Ко мне три епископа в одну ночь пришло узнать, разрешить вопросы. И я знаю, сколько добрых людей. Вот меня спрашивают сейчас, ну, такая моя корявая биография, это там все было в жизни-то. Я говорю, самое удивительное, что, говорит, самое большое, я узнал, как много у Бога добрых людей. И второе, я узнал, что эти люди со мной встретились. И третье, я узнал, что они приняли участие в том, что я делаю, они помогали мне. А это евреи, мусульмане, разные Александры и Игори. Это Бог сделал. Когда пути человеку угодны Богу, Бог и врагов его примеряет с ним. Я думаю, вам не уйти от православия. Вы в душе православная, потому что у вас все для этого есть. А то, что вы возмутились где-то, ну, это слабохарактерный. Как правило, такие люди, они, ненадолго их хватает. Если вас это скосит, у вас какая-то может открыться болезнь или что-то. Просто вытерпеть это все, это момент, черная полоса. И вы увидите, меня Бог здесь поставил. Вы крещение принимали. Принимали. Вы увидели это. Вам многое Бог открыл. Помни, Александр, я всегда с вами. Помни, Фатина, я всегда с вами. И когда бы не было, пока я живой, вы со мною. Я вас держу в охапке. Я вас несу. Вы для меня такие дорогие. Запомните, вне православия спасение искать не приходится. Есть заблуждения везде. Но в православии их меньше всего. А нам мы тут окунулись и увидели, а что ты сделал, чтобы не было? Ну вот земля заброшенная. Ну немало, не плотно. В одном Алтае только полторы, полтора миллиона гектар. Гектар. Ну а что ты сделал-то? А вот бери, взяли землю, обрабатываем, работаем. Что может? Вот я говорю, много людей, преступники, я работаю в тюрьме бесплатно. 17 лет. Иду по камерам. Новые люди приходят. Дети, приссорники, три с половиной миллиона, говорит их. У меня 45 лет, начальник. Меня закрыли. Против меня уголовное дело возбегает. Обойдется. И снова, теперь начинаем, переформатировали. Лагерь закрытый. Покупаем дома. Сейчас ремонтируем. Снова детей принимаем. Но Роснадзор пока не сможет зайти. А тут не разрешают. Я поеду в Америку. Бросают родину, там где-то. Промасонина Америка тебя ко Христу не приведет. Православие. Здесь миллионы погибших. Здесь кровью все пропитано. За нас сколько ходатайов святых. Да какая-то организация имеет такого святого, как Антоний Великий. Никто и нигде. Что Бог показал. И при том, я-то пришел опытным путем. Я исследовал это все. У всех проповедовал. Кого не назовите, я у всех проповедовал. И они меня представляли. У нас православный такой-то. И один пресвитер другой подходит на дагестанцы. Мы переведем. Ведите все собрания. Ражды грузинские следующие. Четыре собрания провел только в одном Белиссе за один день. Сердца людей поворачиваются мгновенно. Да мы чувствовали что-то не так. Православие-то то. Никакого тут тупика нету. Иди жертвуй. Иди трудись. Мы смотри от Владивостока до Лиссабона прошли. Все. И сколько поступает известий. Из каких библиотек новые люди приходят. Так эти люди не такие, как кто-то вас там обидел. А я кто? Я грешный сам. Обидел. Почему вы, Игнаете Тихович? Вот пришлось вас опять прервать. Ну почему вы, думаете, что нас тут обидел? Обидели. Обидели. Он вас обвиняет, я даже не сказал. Ну что вы обвиняли? Нет, это никак, Игнастиевич. Я просто как верующий человек. Верующего он просто так обвинять не может. Да некогда думать даже об этом. Нет проблем. Думать некогда. Он сказал, а караван идет своей дорогой. Конечно, он говорит, нет от этого. Это его проблемы. Вспомните, я назову Иоанн Шанхайский. Ну знаете, канонизированную зарубежную церковь, его патриархия теперь приняла. И вот однажды студенты там одного семинария, католики говорят, ну это все когда-то, сейчас нету настоящих святых. А он так в окно-то смотрит и он узнает его. Ребята, подойдите. Вот, говорит, русский, живой, святой. А мать Тереза какая? У католиков. А что католики? Католики церковь. С большим числом заблуждений. Вот мне если негде будет причаститься, а я буду в Италии, я причащусь у католиков. А если Григоряна Армяна? Церковь. С числом заблуждений превышающим православное. Но я тут родился, тут сгодился. Вы знаете, что я говорю. Пять. Дальше нету церкви. Ты можешь сидеть дома, думать, говорить, а вне церкви. Христос придет не за одной душой, а за церковью. Жена его приготовила себя. Жена это церковь. А вход в церковь только через крещение. И жизнь в церкви. Без причастия нет спасения. Просто нет его. И поэтому сектанты... Нет, нет. Жизни нет. Мертвые туда не войдут. Нет. И почему, смотрите, 2000 лет еретиков много было, а епископы не ушли ни в одно. Надо возьмем от лютера. Баптисты, адвентисты, пятидесятники, священники переходят. Бывает. Епископ ни один не перешел. Почему? Божий заслон. Я уступаю у баптистов где-то в центральных, в Москве, в их собрании там. Ну а где вы видите выход? Простой выход. Изберите из себя самых пресвятеров лучших трех, четырех. Вот кого я называю? Католики, православные, Григория Нармяне, копты-сирийцы. Кто вам больше подходит? И упростите, чтобы вам рукоположили их там, епископа три. И вы тогда перерукоположите всех, но под определенными условиями, чтобы иконы идолами не называли, чтобы было. Ну а они говорят, а без Ризы? Без Ризы. А мы не молимся Божьей Матери. Не молитесь, но не хулите. Я, у меня программа, но нигде, даже епископов нахожу, которые пошли бы на это. Но среди еретиков нет таких. И вот со мной один спорит во Фрунзе. Но вот он уехал о тысячелетном царстве. Машина сломалась в Америке. Все пошли доставать детали. На два дня его оставили. Я, говорит, ходил, гулял и потом вспомнил нашу беседу. Она была лет 20 назад. И вдруг, говорит, как все открылось. Так что же мы делаем-то? Да оно тысячелетное царство идет. И он мне звонит с Америки. Я говорю, Николай, так я же говорил вам, это до времени. Какая-то деталь попала не туда, она захватила вашу шестеренку в мозгах и не дает повернуться ей. Обида какая-то там. Или ты писание так хорошо знаешь, сравниваешь, не по-моему, пойду, что ты делаешь с собой? Нельзя этого делать. Это игра. Игра, даже ты вот со мной, допустим, говоришь, наиграна проверить меня, какой я православный. Даже, допустим, ну взял ты на себя такую миссию, но ты-то для меня остаешься тот же самый. Даже говори или не говори, для меня ты как будто бы затеял какой-то спектакль поставить. Ты православный, жена православная. И вам Бог столько открыл, дал, знаете, толкование, блаженного фипелакта, проще, вам не уйти, чтобы там уже прижиться. Никогда. Вы сразу увидите, какая там бездна открывается. Это потомки Дафана, Верона и Корея, запомните. Хорошо, Игорь Технич, в принципе, мы как бы изложили то, что мы видим, как вы видите, а придет Господь, и говорит, со свети скрытого мрака, и тогда все будет. Так что, когда будет снова у вас желание, вы знаете, мои двери для вас всегда открыты. Я не просто вас знаю, я вас люблю. Притом, какие бы вы ни были, где бы вы ни были, вы всегда со мною. Вне церкви нет спасения. Потому что с нами за столом здесь все от первого века. Куда вы пойдете, там все самозванцы, которые выше. Сам себя пресвитером назначил, руку положил. Даже кресть это и то опрокидывает. Никогда церковь не от положения во гроб. Это не причине в смерть. Нету. Обман. Обман везде. Церковь это наше единственное пристанище, не какое-то православие. Благословен Господь, что вы вышли на меня. Я специально вас не трогал ни разу. Я вас помню. Я думаю, придет время. Я полосу, не Павлова, но Христова, да? Да. Вот это право. Да. Ну, с Богом. С Богом. Храни вас Господь. Во славу Божию. Не забывайте крестное знамение и крест не снимайте. Это не касается никого. Не делайте себя безоружим перед дьяволом. С Богом. С Богом. Благодарю Богу. С Богом.